Всем привет! Грэмми 2019, Лазарев едет на Евровидение, Леонардо Ди Каприо готовит первый в своей карьере сериал. Такими были самые горячие новости февраля в мире, а чем удивила Скресенск? Сейчас узнаем! Наш спецкор Серж Звон жить не может без КВН. И, конечно, он не пропустил полуфинал Юниор Лиги. Серж, жги! Привет! На календаре февраль, а это значит, что настали эти дни Х. Дни, когда мы узнаем финалистов Юниор Лиги КВН Московской области. Погнали! Наша команда называется «Ну, так вышло». А почему так вышло? Ну, потому что так вышло. Потому что мы очень часто косячим. А вот скажите, про что можно пошутить, чтобы быть уверенным на 100%, что залу понравится? Да, про все, что угодно. Самое главное – смешно пошутить. Да, опять школа 22-го лицея. Почему такое название? «Школа 22-го лицея». Поясни, КВНщик, что вы сегодня на завтра кушали, чтобы позитивчиком зарядиться? КВНщики питаются только мдашираком. Но мы съели команду плюшки, поэтому... Вот это шутка хорошая. Если вы сегодня победите, кому победу посвятите? Сергеевич Маченко. Себе. Себе. Конечно же себе. Для себя любимого же играем. Я вам знаете, что сейчас задам? А, задачку ты хочешь? А, ну давай, смотри. Квадратное уравнение. Х в квадрате плюс 2х плюс 3. Так, решаем через дискриминант. А что же не через теорем вето-то? А дискриминант немножко легче. Ну там х и первый, х вторым и чему-то равно. Как настроение вообще? У нас классно. Ну что можете другим командам пожелать на камеру? Мы их целуем, конечно же, всех в щечку, и чтобы они не обижались, что мы выиграли. Понятно. Ну, удачи вам желаю. Ребят, интервью возьмем. Барсмены не дают интервью. За кого болеешь, смотри. Мы болеем за Воскресенский колледж. Воскресенский колледж. Воскресенский колледж. Воскресенский колледж! Ребят, за кого болеете? Или просто посмотреть. Хороший ответ, хороший. А в КВЭДе? Команда олимпийц. Олимпийц. За команду Воскресенского колледжа. Сейчас за моей спиной конкурс, разминка. Команды показывают, на что они готовы, как они отвечают на вопросы, о которых они не предполагают. Давайте посмотрим. С пылу, с жару, прямо со сцены к нам пожаловала команда КВН из 22-го лицея. Ребят, как ощущения? Ощущения потери. Димы нету. А где Дима? А мы не знаем. Он уехал, видимо, на такси. Он. Дима. О, он вернулся. Дима, как быстро? Ладно, тогда другой вопрос. Ребята, какой тогда был ваш ответ самый такой интересный, смешной какой? Последний. Потому что Анастасия очень босо смотрит на девчонок. А это очень смешно. Вот, ребят, это был последний конкурс. Да. Я думал, вы сказали, что это было последнее наше выступление. Нет, ну как я могу так сказать? Я же тоже живу на цем-гиганте. Отлично. А вы оцениваемый танец? Можешь еще раз продемонстрировать, пожалуйста? Ну что, вот таким вот получился полуфинал. Играйте в КВН, смотрите Outlook. Всем пока. До весны остались считанные дни. Но хорошая новость в том, что мы все еще успеем привести себя в форму к лету. В прошлом выпуске Outlook мы показали базовые упражнения, а сейчас расскажем про правильное питание. Вкусно едим и стройнеем. Оказывается, это возможно. Всем привет. Меня зовут Игорь. И уже 12 лет я профессиональный повар. Шесть из них я правильно питаюсь и вас научу. Игорь, привет. Привет. В твоем инстаграме много красивых блюд, но наверняка они еще и очень вкусные. Да, они вкусные и полезные. В своей страничке я пытаюсь донести до людей, что правильное питание – это не просто гречка с курицей. Но с этого момента поподробнее. Я думала, что здоровое питание – это только овощи, гречка и курица. А из чего еще может состоять рацион? Описок продуктов, он практически безграничный. Все упирается в то, как человек это приготовит. Естественно, вся польза – это в свежих овощах, фруктах. Когда уже начинается температурная обработка, полезные свойства немножко уходят. Но опять же, как ты готовишь? То есть, если ты зажаришь это все, все убьешь, все эти макро-микроэлементы. А если чуть-чуть припустишь, притушишь, то ты получишь хороший вкусный продукт. Расскажи, как должен выглядеть рацион здорового питания? Главное – это баланс жиров, белков и углеводов. Игорь, ты повар, как тебе удается так хорошо выглядеть? Ведь все повара очень любят покушать. Ну, тут как бы еще залог физических нагрузок. Когда человек начинает путь к идеальному весу, да, к своему, то есть, ему лучше питаться дробно. Что такое? Это маленькие порции часто, то есть это 5-6 раз в день. Давай поговорим про воду. Сколько человеку нужно пить воды в день? И вот если по ощущениям человек не может пить много воды, как себя перебороть? Если человек с 500 грамм воды начал, да, дошел до литра, это уже хорошо. То есть, не надо гнаться за цифрами, надо на ощущения. То есть, когда человек начинает чуть больше пить, он чувствует легкость, у него прочищается. Вода – это хороший фильтр, да, то есть, он чистит организм изнутри. Человек получает удовольствие потом. Игорь, а вот какие продукты ты сам не ешь и нашим зрителям кушать не советуешь? Для нашего зрителя я могу посоветовать только уменьшать жирность продуктов. Допустим, если вы кушали свиную шейку, грубо говоря, да, замените на карбонат. То есть, это более постное мясо. Если вы любите майонез, замените на сметану. Не рекомендую сразу все урезать, там, убирать. Это тяжело психологически. Поэтому потихоньку сокращаем вот эту жирность, вот этот вот вредный холестерин. Просто выбираем постный продукт. В ноябре мы узнаем, кто станет мисс мира 2019 года. А мистера колледжа мы уже выбрали. Кто же теперь носит это гордое звание? Узнаем из репортажа. Всем привет! Девушкам нравятся сильные и уверенные в себе парни. Кто эти парни в Воскресенском колледже, узнаем сейчас, потому что здесь проходит конкурс «Мистер Колледж». Погнали! Ну, наш «Мистер Колледж», раз мы в колледже, наверное, должен быть самым умным. Наверное, самым красивым, самым сильным. И умением держаться на сцене, это очень важно. Желающих было очень много. Из каждой группы по 2-3 человека, но мы отобрали самых-самых лучших. Какие качества вообще, как ты считаешь, в мужчине главные? Мужского, ответственность, надежность. Я долго думал, на что обращать внимание, и решил, как он уверенно себя чувствует на сцене, на его осанку и на улыбку, улыбается ли он. Смотри, сейчас там выступает твой соперник. Что ты желаешь ему? Удачи, счастья. Ну, чтобы он все-таки победил. А ты сам не хочешь победить? Нет, ну почему? Главное не победа, главное участие. Скажи, пожалуйста, почему ты вообще решил поучаствовать в конкурсе сегодня? Как почему? Еще бы меня кто-нибудь спрашивал. На самом деле, я просто хочу быть лучшим. Как ты считаешь, у тебя подписчиц в инстаграме прибавится после сегодняшнего мероприятия? Сомневаюсь, они и так уже все на меня подписаны. Ах ты вообще! Фишка есть у тебя своя отличительная? Ну, я очень оптимистичный. Ну, и вторая твоя фишка — это бабочки, потому что больше никого вроде в бабочке я тут не видел. Ну, да. Дедушка Мороз, смотри какая! Но получше моей снегурочки никого не будет. Ну, это уж точно. И становится... Дороженщик и актив. Какие качества мужчине ты считаешь главными? Это внимательность. Внимательность и доброта. Я думаю, в мужчине это самое главное. Наступает март, и это не может не радовать. Скоро по-настоящему запахнет весной. По этому случаю у нас для тебя подарочки от магазина модной одежды «Дресс-код» и Марины Барановой. Хочешь получить стильный подарок? Скорее заходи в нашу группу «Аутлук Воскресенск». Ищи пост о конкурсе, участвуй и выигрывай. Будет целых три победителя. Желаю удачи! Иногда так хочется отправиться в прошлое, посмотреть, как одевались и проводили время раньше. Классно, что у юных корреспондентов школы номер четыре такая возможность была. Вот счастливчики! Ребята, что тут происходит? Настя, я думаю, здесь бал. Да, это Средненский молодежный бал. Пойдемте посмотрим. А сколько времени заняла подготовка? На подготовку у нас ушло около двух месяцев. Отрабатывали танцы. И я думаю, что мы сегодня полностью готовы к данному мероприятию. А какой танец «Даусе» тебе тяжелее всего? Вроде никакого тяжелого танца-то и не было. Сложно было движение все вместе делать. Понравилась организация всего тушества. Для меня как бы была не проблема выучить вальс, который мы танцуем. Какой твой любимый танец? Мне на балу нравится очень вальс танцевать. Для меня он достаточно простой, его просто в удовольствие танцевать. Это очень захватывающе. Ты погружаешься в атмосферу 19 века. У меня любимый танец вальс «Миньон». Наиболее сложным для изучения был «Котильон». Первый раз, когда я была в прошлом году, я, конечно же, очень волновалась. Но теперь эти волнения прошли, потому что ничего страшного я здесь не вижу. А вот представьте, у вас как машина времени. И хотели бы вы вернуться в эпоху Михаила Георгиевича Лермонтова? Я думаю, что это было бы очень интересно. Да, я бы хотела. Это большой опыт, это погружение в эпоху того времени. Режим ожидания весны и солнышко включен. Увидимся в марте. Смотри Outlook и будь в тренде. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok